Охарактеризуйте двумя словами, что такое старость. Про персию я сейчас не говорю и про ее количество тоже не говорю. Что такое для вас старость? Вот как вы себе представляете слово старость двумя словами? Немощность. Дряхлость. Ну, значит, все мы понимаем. Значит, этим словом каждый из вас сталкивался в своей жизни. Я надеюсь, что в вашей личной жизни это слово никогда не будет фигурировано. Значит, где мы это сталкиваемся? Во всем общественном транспорте всегда мы видим вот такие таблички. Уступайте места пожилым людям. То есть сидячие места зачем-то надо отступать пожилым людям. Значит, на улицах нашего города мы с вами прекрасно видим пожилых людей, которые ходят либо с ходунками, либо сейчас вот такие ходунки с сиденьками появились, чтобы они в любой момент могли присесть и отдохнуть. Дальше. Вот такие вот есть приспособления для пожилых людей, чтобы предотвратить риск падения, чтобы они отдыхали и так далее и тому подобное. То есть, что только не наворочено сейчас. Дальше. Вот приспособления, пожалуйста, для того, чтобы заходить и мыться в ванны тоже для пожилых людей. Значит, это приспособление рекламирует Малышева Елена Васильевна. Маме у нее много лет. Мама однажды упала в ее ванной. Ночью ей позвонила, говорит, не могу встать. Вот. Елена Васильевна переоборудовала ванну мамы вот этим приспособлением. То есть вместо того, чтобы решить проблему, мы даем костыли для того, чтобы эту проблему замаскировать. Идем дальше. Вот такая картина нам всем известна. То есть люди старше возрастной категории, далеко от подъезда дня, выходят, на лифте спускаются, сидят вокруг своих подъездах, хоть как-то, чтобы подышать свежим воздухом. А есть вот такая вот картина. Ну, в прошлом году мы этого мало наблюдали на улицах нашего города. В этом году надеюсь, что все вернется. То есть есть и другая альтернатива. Иностранные пенсионеры, которые в шортах с рюкзаками путешествуют в нашей северной столице. По метро мы их видим, видим людей в парках и так далее. А есть вот такая вот картина, понимаете? Кто-то в выходной у нас лежит на диване или блины печет, а кто-то каждый выходной по холодному, прекрасному, свежему воздуху в лесу рассекает на лыжах. Понимаете, далеко ходить не надо, если это зима. А если это не зима, то мы можем увидеть вот такую картину. Дома они тоже не сидят, понимаете, эти люди. То есть вот этот человек и ее мама, они никогда не будут страдать вот этой вот саркопенией. Почему говорю про них? Возможно, вы ведете такой же образ жизни, просто я с вами мало знакома и этого не знаю. То есть это для меня большой пример, большой стимул и так далее и тому подобное. Дальше. Что же такое саркопения? Саркс от греческого слова тело. Пения – это потеря. То есть потеря тела, правильно вы говорите, немощность. Возрастное знак вопроса ставлю, потом объясню, почему поставила знак вопроса. Атрофические, дегенеративные изменения, скелетные опять ставлю знак вопроса, мускулатуры. Что значит атрофическое? То есть усыхание это значит, убедание это значит. Приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. Немощность, бессилие, беспомощность. Это все проявление саркопении, проявление старости. То есть иными словами, если переводить на русский язык, это потеря мышечной массы и мышечной силы. Почему я поставила знак вопрос там, где возрастное? Потому что сейчас мы видим потерю мышечной массы и силы даже у детей. Почему я поставила скелетная мускулатура? Что это за скелетная мускулатура? Скелетная мускулатура это то, что покрывает наш скелет, то, что крепится на наши кости. Но оказывается, с возрастом мы теряем и гладкую мускулатуру, допустим, мускулатуру кишечника. С возрастом мы теряем количество сердечной мышцы. Мышца становится слабой и бялой. То есть это определение у нас относится к любой мускулатуре и к любому возрасту. И на сегодняшний день у нас пока действительно международная классификация диагнозов внутренних болезней 10-го пересмотра. И в этой классификации саркопения, как отдельный диагноз, стоит под кодом М62.5. То есть это официальный диагноз, он никем не придуман. То есть это фигурирует в официальной медицине. Теперь давайте по порядку будем разбирать, как это все проявляется. Вот здесь вот, как это получается от вас на правом рисунке, вы видите срез либо руки, либо ноги с нормальным количеством мышечной ткани. Диаметр 1. Значит, на левом рисунке вы видите тот же самый диаметр. То есть размер может не меняться. А наполняемость меняется. Вот это заполняется жиром, и в самой мышце белого жира становится больше. А сама мышца становится более тонкой, малая ее становится и так далее. То есть, как мы говорим, вначале у нас происходит образование мраморной говядины. То есть мышца с прожилками жира. А потом это все еще и в руках из жира упутывается. Значит, чем, такими осложнениями очень часто сопровождается саркопения. Падениями. Поэтому и написано у нас в транспорте. Уступайте пожилым людям место. Потому что стоит затормозить, он не удержится. Даже руками он не удержится. Мышцы слабые. Его может повести и упасть. Почему у нас люди на ровном месте, пожилые, падают, ломают шею и бедра? Бедра, потому что мышцы их не держат. Мышцы слабые. Переломами. Плохим качеством жизни. Соцработников они вызывают и так далее. Сами не могут ни убрать, ни сходить в магазин, ни принести и так далее. Низкой мобильностью, то есть низкой подвижностью, перемещаемостью и так далее. Повышенной смертностью. Депрессией, конечно. Это все будет сопровождаться депрессией. Когда он помнит себя вратарем, или хоккеистом, или боксером. А здесь он без посторонней помощи из дома выйти не может. Нарушением терморегуляции. В деревнях знаете, что старые люди круглый год носят на ногах? Валенки. Они мертвы, прям холодно все время. Ну и частыми госпитализациями по разным поводам. Дальше. Впервые термин саркопения придумал израильский доктор Ирин Розенберг в 1989 году для описания снижения мышечной силы и массы у возрастных пациентов. Ну вот, героев надо знать в лицо. Дальше. Какая у нас распространенность саркопении? До 29% среди пожилых, проживающих дома. Это не наша, не российская статистика. Понятное дело, у нас этот диагноз особо никто не ставит в поликлиниках. И поэтому статистики такой нет. До 33% среди пожилых людей, проживающих в социальных домах. Складывайте, уже получается у нас около 60%. Да? Увы, в современном обществе саркопения спутница не только пожилого возраста. Прогрессивное снижение мышечной массы начинается с 40 лет. Да, я покажу вам. Потеря мышечной массы составляет 8% каждые 10 лет до 70 лет. После 70 лет в год человек теряет до 15% мышечной массы. Почему я говорю? Саркопения – это главный фактор старения. Потеря мышечной массы у людей после 50 лет составляет 0,5-2% в год. То есть с 40 лет мы еще не задумываемся. Мы еще задумываемся предохраняться, детей рожать, пойти учиться куда-то и так далее. А уже мышечная масса теряется. Уже мы начинаем стареть. Ну и вот здесь на графике показано также, что происходит с мышечной массой с возраста. Вот здесь вот по оси количество мышечной массы в процентах указано. А здесь указан возраст. И вот на этом графике мы прекрасно видим, что происходит с мышечной массой. Вот по-английски написано, но здесь все понятно. Вот они 25 лет максимум, если ничего не делать. А к 40 годам она уже снижается, прогрессивно-прогрессивно снижается. И вот здесь нам написано, потеря мышечной массы до 70%, то есть было 100, стало 70, повышает риск, высокий риск смертности у таких граждан. Значит, виды мышечной ткани. В отличие от классического определения, то, что я раньше читала, как показывает практика, при саркопении снижается количество и качество всех видов мышц. Скелетных, гладких, это внутренние органы, и сердечной мышцы. Значит, виды мышечной ткани. Это мышца сердечная мышечная ткань, поперечно-полосатая скелетная, которая покрывает наши кости, и гладкая мышечная ткань. Ну и, наконец, клинические проявления, как мы без всякого доктора можем заподозрить, что что-то не то происходит с мускулатурой. Значит, что мы видим здесь на картинке? Что у молодого человека не так? Он в очках. У него миопия. То есть, близорукость. Маленький мальчик не видит вдаль. Почему не видит? Потому что мышцы, которые напрягают в талик, они слабенькие. Командации нет и так далее. Миопия. Сейчас мы не про дальнозоркость, которая с возрастом появляется. Она связана с уплотнением крусталика. А мы говорим про миопию. Мио – это мышца. Дальше. Первая фотография. Появление носогубных складок. Вот они, носогубные складочки. Да, вот эти вот морщинки. Дальше. Появление брылек. Мешочки у нас вот здесь вот не висят. Плюс, посмотрите, опущен угол рта. Дальше. Спиночка какая у нас. Кто-то думает, что это жир, а это не жир. Посмотрите, какая талия. Называется это по-нашему, по-медицински. Ламбрекен, то есть римские шторки. И по фамилии доктора, который впервые так это обыскала. Ламбрекен и Бальковой. Это эндокринолог. Опять-таки мышцы спины становятся слабые и начинают провисать. Далее. Вот это локоть. Кто не узнал. Посмотрите, над локтем у нас сверху шапочка нависает. Это не только кожа, это еще и мышцы. Вот это коленка, кто не узнал. Знаете, чья коленка? Сальма Хайек. Посмотрите, у нее, вот она мышца висит над коленной чашечкой. То есть мышца не имеет тонуса. Она вялая, она провисает. То есть вот езжу я в транспорт и смотрю. Того, 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 того. Подхожу я в зеркало и смотрю, что у меня происходит. И не радует меня отражение в зеркале. Ягодички, посмотрите, как провисают. Вот оно, провисание. Дальше. Посмотрите, вот это трицепс, да? И висит. Висит, болтается трицепс. Дальше. А вот кто у нас говорил про маленьких детей? Что у ребенка не так? Лоскостопие. Лоскостопие. Потому что свод стопы держит мышцы свода стопы. И если этих мышц малые, они становятся слабыми, нету никакого свода. Стопа полностью стоит. Вот оно, плоскостопие. Что здесь не так? Косточка. Называется по-научному халюс-вальбус. Опять-таки не держит мышцы. И палец, посмотрите, куда отводится. Он начинает наползать на второй палец. Потом второй начинает наползать на третий. И очень часто впервые пациенты обращаются к доктору с тем, что у них мозоли между вот этими пальцами они натирают. Более становятся. И только потом они идут оперировать эту мышцу. Оперируют, а причина в том, что... Не мышцу, а косточку. В том, что у них слабые мышцы вот здесь. А если вы не вверху, то после чего не улетает, то нужно знать, что это вообще не помнишь. Смотреть надо. Не знаю. Дальше. Что тут не так? Храпеть. Храпеть. Корень языка – это мышца. Если ты никогда не храпел, нос у тебя не ломаный. И вдруг с возрастом ты начинаешь храпеть. Не сапеть, а храпеть. Корень языка туда заваливается. И появляются вот эти вот обструктивные апноэ сна. Тоже ничего хорошего в этом нет. Дальше. А вот здесь на злобу дня, как говорится. Вот здесь показан акт вдоха и акт выдоха. Диафрагма – это что такое? Здоровье и диафрагма. Мышца – это прежде всего. И вот у нас межреберные мышцы, которые поднимают и опускают легкие. Акт выдоха – диафрагма сокращается, мышцы межреберные сокращаются и происходит акт выдоха. А вот здесь что нарисовано? Пневмония здесь нарисована. Почему без всякого ковида люди пожилые умирают от пневмонии? Потому что они продышать не могут. Мышцы-то слабые, и у них застойные вот эти вот явления в периферических отделах легких. Мокрота там застаивается, болото образуется. И продышаться они не могут. И не дай боже пожилому человеку попасть в больницу с каким-то заболеванием. Пролежит больше 10 дней, заработает себе внутрибольничную инфекцию. И все там начнет культивироваться. Антибиотики убивают только вот эти вот микробы. Антибиотики против бактерий, не против вирусов. Но они не выводят мокроту из легких. Поэтому застой в легких происходит. Поэтому пневмония всегда сопровождает. Либо грудничков маленьких, недоношенных. Либо пожилых людей. Дальше. Это что такое? Вот смотрите на вот эту картинку, все понятно будет. Как у нас должно лететь пища? Показываю. Сверху вниз, а здесь стрелочки идут. Снизу вверх. То есть заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Заброс кишечного содержимого желчью в желудок. То есть в обратном направлении. И по науке это называется рефлюкс. Рефлюкс гастрит, рефлюкс эзофагит и так далее. Чем гастроэнтерологи лечат? Назначают препараты, которые снижают кислотность желудочного сока. А кислотность желудочного сока у нас с возрастом и так снижается. Поэтому пожилые люди плохо усваивают белок. Эрозии всякие, язвочки в пищеводе начинают образовываться и так далее. А почему? Потому что желудок от пищевода отделяет мышцы жжем. И в норме она должна сокращаться после того, как из пищевода пища падает в желудок. А если эта мышца слабая и диафрагма слабая, то она не сокращается. Здесь зияет полость. И соответственно, перестаньте-ка желудка, он выталкивает и туда, и сюда. То же самое, второй сфинктр вот здесь вот находится. Здесь я вам не показала, но каждый, наверное, из вас слышал такое заболевание, как дискинезия желчевыводящих путей. Что такое желчный пузырь? Мышца это. Мешок. Мешок, мышечный мешок. Если эта мышца будет некачественной, нормальный желчный пузырь сокращаться не будет. Идем дальше. Вот, пожалуйста, опять вам, дети. Что у первого ребенка? Сутулость. Сутулость, правильно. У второго ребенка и сутулость, и меотле уже есть. Понимаете? Сутулость не то, что их надо по спине бить, а надо соображать, почему у него мышца слабая, почему он не расправленный ходит. Это что такое? Запоры, совершенно верно. Потому что перестальтика кишечника может быть слабой или замедленной, потому что в кишечнике у нас тоже есть мышцы. Гладкая мускулатура, которая становится слабой, ее становится меньше с возрастом. Нам слабительные прописывают. Это что такое? Смотрите на картину, там все есть. Недержание, неудержание, стрессовое недержание мочи. Она не может с магазина до дома добежать, чтобы не обмочиться. Она не может чихнуть, засмеяться, прыгнуть, покашлять, потому что у нее трусы все время становятся мокрыми. Почему? Потому что вот чего пузырь, это? Вот, мы с вами выучили новое слово сегодня. Мышца. Вот, и не всегда это связано с, кстати, надо это тоже сюда включить, с опущением матки. Бывает и без опущения мышца у молодых девочек, а еще не рожавших, она не держит мочу. Расскажу чуть попозже почему. То же самое, опущение матки и тазовых органов. Это что такое? Это саркопения, это слабость мышц тазового дна. Дальше. Ну, то же самое, что было на предыдущем слайде. Здесь более красочно показано, да? Значит, вот это вот Оля Вершинина. Она занимается спортом, под ней сухо. А вот это вот при кашле, чихании, смехе, поднятии тяжести, тем, у которых мышцы слабые, понимаете? Дальше. Есть вот такие вот опросники. Можете название сфотографировать, оно есть в интернете. Можете сам опросник сфотографировать. Поэтому опроснику там, если человек набирает от 0 до 3 баллов, то нет саркопения. Если набирать больше 4 баллов, то это клинические признаки саркопении. Значит, почему так опросник называется? Стрэндж – это сила, ассистентс – это помощь, райс – это вставание, клайм – это подъем, фол – это падение. Ну, вот поэтому так его зашифровали. Значит, он есть в свободном доступе в интернете. Пожалуйста. Дальше мы идем с вами. Ну, ладно, заподозрили мы, что есть саркопения. А пациентка говорит, так у меня у всех такое, и на работе все такие ходят, и дома у меня все такие. Как ей доказать, что действительно эта саркопения есть? Не докажешь же никак. Первое. Все это на картинках еще покажу. Таблица сисцева. Вы все ее читали, когда ходили к офтальмологу. В буковке, когда нам показывают. Дальше. Кистевая динамометрия. Всем даю динамометр, кто приходит ко мне на прием. То есть, зажимаем и смотрим, какую мышечную силу выжимает пациент. Элементарно никуда ходить не надо. Дома раздулись, сели. И разводим пальчики на ногах. Если все пальчики разводятся, чудесно. А если мизин не отводится от четвертого пальца, как будто он приклеился, то вот оно, слабость мышц свода стопы. Тест на равновесие поза журавля. Никому не рекомендую делать одному. Потому что может повезти, может и упасть. Значит, тоже покажу, как проводится этот тест. Тест сядь-ка, встань-ка. Ну вот Ольга может сделать этот тест. У меня не получилось еще ни разу. Вот сколько я себя не компенсирую, но я не спортсмен сразу говорю. Покажу. Дальше. Биоимпедансиментрия. Это инструментальный метод, тоже покажу. КТ и МРТ качество мышц не оценивают, но они оценивают количество мышц в организме. Теперь обо всем подробно. Вот она таблица Сивцева. То есть, если мы из очков издали, там, увидим какую-то строчку, миопия, значит, соответственно, есть мышечная слабость. Кистевая динамометрия. Взрослые женщины должны выжимать не менее 30. Взрослые мужчины не менее 40. Все, что меньше, это слабость мышц кисти. Кисть мы проверяем не все тело. Дальше. Вот это вот метод обследования называется биоимпедансиментрия. Мы смотрим состав нашего тела. Значит, вот вторая строчка – количество жировой массы. Стрелочка вот в красной зоне находится. Здесь избыток жировой массы. А вот здесь вот доля скелетно-мышечной массы есть такой показатель. И стрелочка у нас находится в синей зоне. Синяя зона – это зона дефицита. Жира много, а скелетно-мышечной массы мало. И по-научному это называется саркопеническое ожирение. Иногда пациент приходит вот такой вот. Вот тонкий он приходит, стройный, замечательный. Делаем биоимпедант, смотрим. Избыток жира, дефицит мышечной массы. То есть мышца меняется на жир. То, что мы называем раморная говядина. Вот это самый плохой вид ожирения. А есть сумаическое ожирение. Борцов сума представляем, да? Когда жира очень много, и мышечная масса тоже в зеленой зоне находится. Вот такие пациенты, они, как правило, живут долго. То есть у них это меньше влияет на здоровье. Еще один пример более крупный – биоимпедантсометрия. Ну вот здесь совсем 500 граммов лишнего жира только. А доля скелетно-мышечной массы приближается к синей зоне. К синей зоне. И если мы посмотрим с вами, 36 лет человеку. Понимаете, о чем я говорила? Что это не возрастной ед. Сейчас мы живем с вами в то время, когда у нас идет нездоровая смена поколений. У нас внуки декомпенсированные и больнее, чем бабушки или дедушки. Вот это, пожалуйста, опять-таки мы ставим диагноз саркопенея здесь. Значит, то, что обещала я показать. Поза журавля. Стоим на одной ножке. Вторую ножку поджали до колена. Ручки можно вытянуть, можно поставить на пояс. И глазки закрыть нужно. И в этой позе, не покачиваясь, нужно простоять 15 секунд. Вот. Замечательно. Почему я говорю? Дома одна не делайте или один не делайте. Потому что, если поведет, упадете, первую помощь, чтобы кто-то оказал. Дальше. Еще одна проба. Просто прямая линия. Ножки вот мы ставим. Пяточку к носочку. И идем по прямой линии 3 метра. Не качаясь, не падая и так далее. Если качаемся и с линии сваливаемся, мышцы нас не держат. Ну и вот это то, что я не могу выполнить, это сядька встанька. То есть, без рук мы садимся вот в это положение. И без рук ни за что не держимся, мы встаем. А дальше идем. Значит, теперь мы немножечко совсем поговорим о причинах, с чем это связано. Для чего нам нужно поговорить о причинах? Для того, чтобы когда мы будем говорить с вами о путях решения проблемы, мы понимали, на что нам должны воздействовать. Вот здесь изображены весы. Что у нас происходит с возрастом? Процессы синтеза белка снижаются, а процессы распада белка, разрушения белка, они повышаются. То есть, дом с возрастом становится не выше, а он наоборот с возрастом проседает, оседает и разрушается. Так понятнее? Процессы синтеза меньше, чем процесс распада. Распад превалирует над синтезом. Он перевешивает это чашелесок. А из белка состоят все наши мышцы. Дефицит белка может быть связан, первое, с недостаточным содержанием его в пище. Элиминационные диеты. Очень любят у нас люди то в веганство впадать, то в вегетарианство впадать. То есть, какие-то диеты все время придумают. И баланс белка, поступающий в организм, он нарушен. Значит, впереди Великий пост. Россия все-таки является православной, да, странной. Большая часть народа сядет на этот пост. Но садиться на него надо грамотно, чтобы не пострадали наши мышцы. То есть, животный белок мы замещаем на белок растительный, который содержится в орехах, в бобовых, очень много, в спирулении. Но об этом мы еще поговорим. Вторая причина. Это плохое усвоение белка в желудочно-кишечном тракте. Допустим, при дисбиозе, при недостаточной кислотности желудочного сока. У пожилых людей она и так недостаточная. Или если мы принимаем блокадры протонной помпы. Допустим, такой препарат, как АМЕС, очень часто назначает. Далее. Недостаточный уровень ферментов протеаз. Фермент протеаза расщепляет такой большой длинный белок до аминокислот. Белок это структура для нас чужеродная. И состоит этот белок из аминокислот. И всасываются в организме аминокислоты. И из этих аминокислот в организме строятся свои собственные, родные, дорогие для нас белки. Так вот, ферменты протеаза, они у нас расщепляют вот эти вот белки до аминокислот. А ферменты протеаза у нас состоят из белка. То есть, если белок у нас низкий по какой-то причине, у нас не будет достаточное количество ферментов протеаза. То есть, порочный круг замкнулся. Понятно? Дальше. При панкреатитах. При панкреатитах. Это воспаление поджелудочной железы связано с недостаточностью. Тоже может это происходить. Дальше. Третий пункт. Повышенная потребность в белке. Если человек регулярно занимается спортом высоких достижений. При беременности повышенный расход белка. Потому что ей надо самой у нее матка. У самой ей плацента растет. И ребенок это делящиеся постоянно клеточки. Лактация. То есть, она с молоком отдает белок свой. Детский и подростковый возраст. Потому что организм очень быстро растет и требует повышенной потребности в белке. Далее. И повышенный расход белка. Любое воспаление. Инсулинорезистентность. Про нее мы с вами говорили. Напомню, это преддиабетическое состояние. Где из белка образуется глюкоза. Для того, чтобы человек получал энергию. При онкологии, при заболеваниях почек идет повышенный расход белка. Дальше. Основные лабораторные критерии состояния белкового обмена. Общий белок в норме у нас должен быть не менее 75 грамм на литр. Вообще, в идеале, ребеночек должен рождаться. И у него белок в крови должен быть 100 грамм на литр. И когда он дорастает до взрослого состояния, уровень общего белка снижается. Но он не должен быть менее 75 грамм на литр. Если менее 75 грамм на литр, значит у нас нехватка идет белка для наших мышц. Далее. Доля альгумина от общего белка не менее 60%. Если меньше 60%, значит печень мало производит этого белка. Снижена синтетическая функция печени. Далее. Мочевина крови. Верхняя треть референцев. Мочевина показывает, как идет обмен белка в организме. Если белка мало синтезируется и мало распадается, начерина будет низкая. Далее. Креатинин ближе к верхней третьей референце. Коэффициент Д-литиса не менее 1,5. Ну и есть такой очень дорогой анализ крови на содержание аминокислот. В обычной нашей практике мы его не используем. А мы пока наука. Дальше. Пути решения проблемы. То есть если у нас страдает обмен белка, белковый обмен, что с этим делать? Устранение причины снижения белка. То есть если человек сидит на эллиминационной диете, где малое содержание белка, значит рацион, надо добавить либо белок, либо аминокислот. При сбалансированном питании мы должны закреплять с вами 1,5 грамма белка на килограмм веса в сутки. То есть в каждый прием пищи мы с вами должны съедать 30-35 граммов белка. Спортсмены могут эту дозировочку повышать до 2,2, до 2,3 граммов на килограмм веса. Применение нутрицептиков, которые содержат аминокислотные комплексы, пептиды, которые подбираются ищим доктором. Второе, что необходимо для качества наших мышц. Это витамин D. Опять-таки мы к нему возвращаемся. Я вам уже говорила, что до 70-го года в нашей стране централизованно все должны были получать витаминизированный рыбий жир. И он был витаминизирован именно витамином D. Витамин D это анаболический гормон по сути. Еще раз говорю, процесс распада белка называется катаболизмом, а процесс образования белка называется анаболизмом. Так вот, витамин D способствует синтезу белка. И вот здесь, смотрите, вот этот анализ на витамин D называется 25-H-D. И если уровень витамина D будет вот такой вот низкий, то у нас будет повышаться риск падения. Доказана прямая связь между уровнем витамина D и адекватными показателями мышечной массы и силы. Снижение уровня витамина D на 10 нанограмм на миллилитр приводит к увеличению частоты развития саркопени в полтора раза в течение последующих пяти лет. Витамин D обеспечивает удержание равновесия. Вспоминаем диагностические тесты, да, равновесие. При снижении его уровня повышается риск падения и снижение мышечной силы. Витамин D регулирует фосфорно-кальциевый обмен, контролирует мышечные сокращения, потому что кальций участвует в передаче нервного импульса и сокращении мышц. Витамин D способствует появлению рецептора к стероидным гормонам. Значит, кто не понимает, что такое рецептор, чтобы у меня заработал телевизор, я должна вилку воткнуть в розетку. Вилка – это гормон, розетка – это рецептор. Значит, анаболические стероидные гормоны, что имеется в виду под стероидными гормонами? Это половые гормоны. Тестостерон, прогестерон, эстроген. Могут проявлять свою активность благодаря витамину D, потому что витамин D отвечает за то, чтобы розеток было достаточное количество. То есть он электрик в организме, он делает розетки для того, чтобы телевизоры включались. Участвует в каскаде инсулинового рецептора. Что значит в каскаде инсулинового рецептора? Это значит, повышает чувствительность ткани к инсулину и улучшает углеводный обмен. Значит, второй гормон, о котором мы говорим сегодня – дефицит тестостерона. Тестостерон – это какой гормон? Неправильно. Это половой гормон. А есть у женщин тестостерон? Есть. Тогда он не мужской, он общий гормон. Запоминайте, у мужчин всех половых гормонов больше, чем у женщин. И тестостерона, и протестерона, и эстрогена. И женщин. Понятно? То есть набор гормонов одинаковый у мужчины и у женщины, только у мужчин, у здорового мужчины, всех гормонов больше. И больше у него тестостерона. Дефицит тестостерона у мужчин в любом возрасте является важнейшим гормональным фактором, повышающим риск развития саркопении и всех ее неблагоприятных последствий. Но то же самое можно сказать и у женщин. Далее. Назначение тестостерона улучшает композиционный состав тела, снижает массу жировой ткани, увеличивает массу мышечной ткани. Установлено, что тестостерон подавляет выработку интерлекинов 1 и 6. Интерлекины – это белки воспаления, которые оказывают разрушающие влияние на наши мышцы. Терапия тестостероном позволяет предотвратить потерю количества и качества мышечной массы. Далее. Оптимизация уровня тестостерона помогает в борьбе с саркопенией. Если тестостерон не принимать, как улучшить его показатели в своем организме? Каждые выходные на лыжи, да, то есть подвижность должна быть, под лежачий камень вода не течет. И еще раз я вам напоминаю, что все половые гормоны производятся из чего? Из холестерина. То есть маслечко сливочного кусочек съесть, сальца съесть, рыбочки какой-то съесть. То есть животный жир должен в умеренном количестве в организм поступать. Понятно это? Идем дальше. Ну и здесь опять по тестостерону. Низкий уровень тестостерона. Мышца становится такая. Нормальный уровень тестостерона. Мышца становится вот такая. Значит, какими действиями тестостерон обладает? Анаболический эффект, то есть синтез белка, синтез мышцы. Далее. Антиоксидантный эффект. Что такое антиоксидантный эффект? Он борется со свободными радикалами, со всякими шлаками и токсинами, которые образуются в нашем организме. Антиапоптотический эффект. То есть он не дает здоровым клеткам умирать. И противовоспалительный эффект. То есть если у нас тестостерон с вами на достаточном уровне, то вот эти эффекты все мы можем проследить. Дальше. Гормон роста. Почему-то считается, что гормон роста нужен только детям. И когда люди выходят из детского возраста, вроде как он им не нужен. Но на самом деле, гормон роста способствует синтезу белка, то есть анаболическому эффекту в любом возрасте, увеличивает количество соединительной мышечной ткани. И увеличивает размер мышечных клеток. То есть мышца становится такой сочной. Значит, вот здесь опечатка. Блинопатно. Здесь нормализация уровня гормона роста. Как его не принимать, но улучшить его уровень. Хороший сон. То есть есть такое выражение, ребенок растет во сне. И у взрослого тоже гормон роста в основном вырабатывается во сне. Интервальное голодание. Что это такое? Значит, 8 часов мы кушаем, 16 часов перерыв до следующего приема пищи. Реально это? И нормализовать уровень аргинина. Это аминокислота, который есть в пище, который есть в добавках, который повышает уровень гормона роста. Дальше. Еще один немаловажный фактор для нормализации состояния мышечной ткани является отсутствие гипоксии. Гипоксия это кислородное голодание. Дефицит кислорода в мышцах, снижение насыщения кислородом крови менее 99%. Напомню, в условиях дефицита кислорода прекрасно себя чувствуют только два вида клеток. Это раковые клетки. Они прекрасно размножаются и делятся без кислорода. И анаэробная микрофлора кишечника. То есть та микрофлора, которой для развития и роста не нужен кислород. Всем остальным клеткам для нормальной жизнедеятельности нужен кислород. Маску мы сюда поставили не случайно. То есть те, кто у нас регулярно носит маски, это группа рисков по гипоксии. И теперь вспоминаем молодую девочку, у которой написано SOS, которая до унитаза у нас добежать не может. Значит, неудержание мочи это один из признаков гипоксии мышцы. И когда мы заполняем анкету на дефицит железа, там стоит такой вопрос. Удерживаете ли вы мочу? Если есть подтекание неудержания мочи, а вы молодая девочка, вам 80 лет и так далее, то первое, о чем мы думаем, мы думаем о гипоксии, о дефиците железа. Значит, как у нас происходит газообмен в тканях? Средний диаметр эритроцита в норме составляет 7-8 микрометров. Средний диаметр капилляра составляет 5-10 микрометров. То есть, диаметр капилляра меньше диаметра эритроцита. И чтобы эритроцит зашел в этот капилляр, где происходит газообмен, его оболочка, его мембрана, она должна быть эластичной. Он деформируется и пролазит вот в этот капилляр, интимно соприкасаясь со стеночками капилляра. Он отдает кислород и забирает углекислый газ. Вот так должно происходить в норме. Если мембрана эритроцита содержит достаточное количество омега-3 поленасыщенных жирных кислот, она эластична, и микроциркуляция вот эта по капиллярам она не нарушается. А вот если у нас омега-3 индекс низкий, то есть мембрана жесткая, что может происходить? Может дойти до узкого места эритроциты вот в такие столбики сложиться, и газообмена не произойдет. И в камень будет испытывать кислородное оболодание, и в камень может накапливаться углекислый газ. Что еще может произойти? А здесь не пройти? Значит я пойду по более крупным сосудам, по артериумам пойду. И газообмен опять-таки не произойдет, потому что диаметр артериума вот такой вот, а диаметр капилляра вот такой вот. Со стенками не соприкасается, и стенка артериума более толстая, чем стенка капилляра, опять-таки газообмен не происходит. То есть у нас нарушается микроциркуляция, возникает так называемая сканевая гипассия, и связанная это с тем, что организму не хватает омега-3 жирных кислот. Вот это знаете, что это такое? Путешественники есть? Нет, это город Брюссель подсказывает. Это памятник. И памятник микроэлементу железу. То есть дальше мы будем говорить с вами про железо, раз мы говорим с вами про гипоксию. В мышцах находится, то есть мы с вами привыкли, что гемоглобин снабжает всех кислородов. Но оказывается, в мышцах находится еще и другой железосодержащий белок, называется он миоглобин. Вы уже выучили, что мио-это мышца. И когда человек испытывает какую-то интенсивную физическую нагрузку, мы называем это анаэробная нагрузка, то есть бескислородная нагрузка. Гемоглобин не успевает подвозить к мышце достаточное количество кислорода. И если в мышце у нас достаточно миоглобина, он уже накопил кислород. И он просто вот в этой бескислородной нагрузке этот кислород будет отдавать. А если у нас дефицит железа или дефицит белка, миоглобина будет мало. И во время бескислородной физической нагрузки мышца недополучит свой кислород. И что может с человеком с таким случиться? Какая мышца страдает прежде всего без кислорода? Что с таким человеком случается? Инфаркт. Совершенно верно. Нету никакого атеросклероза. Не сужены у него сосуды. Но на беговой дорожке у спортсмена случается инфаркт, потому что его спортивный врач не досмотрел, что у него мало железа в организме. Понятно это? Дальше. Железо входит в состав железосодержащих ферментов. Участвующих в синтезе анаболических гормонов, тестостерона, прогестерона, эстрогена, гормона Д или витамина Д. Для усвоения всасывания железа в кишечнике необходимо нормальная микрофлора кишечника. Достаточный уровень витамина С, витамина группы В, медь и мой органиц. Для нормального кроветворения эритропоэза, то есть образования красных кровяных клеток, необходимы витамины группы В и прежде всего витамин В6, В9 и В12. То есть ни одним железом мы живы, несмотря на то, что ему памятники ставят. Нам еще нужны другие микро-макроэлементы, чтобы эти эритроциты образовались. И мы переходим с вами к тому, что мы можем почерпнуть из продуктов фу-хоу для того, чтобы заниматься профилактикой и оздоровлением своей мышечной ткани. Значит, первая наша этапа – это этап регуляции. На этапе регуляции я хочу обратить внимание на два продукта. Первый продукт – литн-жик. Чем он для нас может быть в данной ситуации полезен? Он содержит 8 незаменимых аминокислот. Аминокислоты – это предшественники белка. Незаменимые, значит, они не синтезируются в нашем организме. Они в организм могут поступать только извне. Сами мы их делать не можем. Кроме того, содержат ненасыщенные жирные кислоты. Омега-3 – это тоже ненасыщенная жирная кислота. Содержат жирорастворимые витамины. Витамин А и Е. Антиоксидант Силен. Ганодермовые полисахариды, которые нормализуют уровень сахара. И также может нормализовать артериальное давление. От одной капсулы эффекта мы не получим. То есть мы должны принимать это в системе. Второй момент, на который я хотела бы обратить внимание – это чай БОС. Он является источником 17 аминокислот. Напоминаю, аминокислоты – это предшественники белка. 14 микроэлементов. А мы с вами только что говорили про железо, медь, цинк и так далее. Опять-таки снижает сахар, нормализует артериальное давление, нормализует уровень холестерина. И является также антиоксидантом. То есть всякую гадость из наших мышц играет. Второй этап – очистка. На что здесь хотелось бы обратить ваше внимание? А у вас там феникс, я вам говорю конкретно, что для мышц нам нужно. На какие бы продукты, на этих этапах я обратила бы более пристальное внимание, когда у нас есть саргопене. А сколько ринжей вы еще не будете? Индивидуально. Мы все с вами индивидуальные. Вы хотите яблоко. Вы подходите к яблоне и спрашиваете, дорогая яблоня, сколько ты рекомендуешь мне съесть яблоко? То есть сколько вы хотите, столько вы берете. Лишнего вы не берете. Значит, паста Роза Фукоу Феникс, она у нас борется за нормализацию микрофлоры нашего кишечника. Чтобы все, что мы с вами потребляем с пищей, все продукты, которые мы потребляем, все добавки, которые мы потребляем, доставались не грибам и патогенам и микробиотам, а доставались нашему организму, нашим мышцам. Дальше. Галсен Феникс. Обращаю ваше внимание. Второй раз читаю и обращаю ваше внимание. Содержит спирулину, сейчас про нее еще раз напомню. И дифференцированный белок. Значит, спирулина на 70% состоит из аминокислот. Содержит от 18 до 22 аминокислот. Содержит от 8 незаменимых. По содержанию аминокислоты степени их усвоения спирулина 3 раза превосходит говядину. Это значит, что в говядину есть не должны. Это значит, что если вам не хватает из говядины, вы увидите, что общий белок у вас меньше 65. Значит, соответственно, вы должны добавлять еще и спирулину в алсенку. Значит, спирулина или когда будет великий пост. Опять-таки, растительный источник белка для вас. Спирулина богатый источник витаминов группы В и А. Содержит микро- и макроэлементы, перечислены такие. И является дополнительным источником полиненасыщенных жирных кислот. Напоминаю, омега-3, омега-6. Вот эту таблицу всех аминокислот, которые могут содержаться в 100 граммах спирулины. И восклицательный знак я поставила на тех аминокислотах, которые являются незаменимыми. И почему я люблю именно аминокислотные добавки, именно спирулину? Я вам говорила. Если мы добавляем в рацион протеины, знаете, в спортзал, как протеиновые коктейли, добавки дают, или белки, они в нашем кишечнике должны расщепиться до аминокислот при помощи ферментов протеаз. А если у нас низкий белок, у нас будут низкие эти ферменты протеазы. Этот белок будет гнить, бродить, все что угодно, где будет происходить с ним в кишечнике, он никогда не всосется. Когда мы даем готовые аминокислоты, им нужно просто всосаться. Понятно это? Дальше. Есть у нас люди еще и с почечной недостаточной. И кто об этом знает, они знают, что у них не безбелковая, а малобелковая эпидемия. Потому что при распаде белка очень много образуется креатинин, мочилин и вот этих азотистых шлаков, а почки их очистить от этих азотистых шлаков не могут. То есть им закрывает поступление белка в организм, чтобы не было вот этого интенсивного распада белка. И для них является выходом приема аминокислотных препаратов. Дальше. Еще из этой же серии. Значит, что у нас здесь содержится? Обратите внимание, почему я ее сюда внесла. Натокиназа содержится. Натокиназа это не только улучшение микроциркуляции и снижение тромбообразования. То есть разжижает она нашу кровушку, улучшает микроциркуляцию, убирает эпоксид. Натокиназа это фермент. Если мы его принимаем перед едой, он тоже может участвовать в пищеварении. Ну и, наконец, этап восстановления. Здесь особое внимание я хотела бы обратить на наш замечательный кальций. Кальцао-гай. Значит, во-первых, есть зеленые микроводоросли. Опять-таки они источники аминокислоты белка. Опять-таки есть порошок спирулиты. И кальция-эль-визинат, он никогда, он очень мягкий кальций, он никогда в мягких тканях, сосудах, почках, откладываться не будет. С этим понятно? Значит, еще один важный фактор, который особого труда от вас не требует, это физическая нагрузка. Опять-таки мы с вами говорили. Если мы мышцы с вами не даем нагрузки, или любому другому органу мы не даем с вами нагрузки, что произойдет с этим органом? Атрофируется. Атрофируется. Совершенно верно. Точно так же, если мы мышцы не будем давать нагрузки, мышцы будут атрофироваться, то есть происходить саркопения. Поэтому умеренные физические нагрузки никто вас в школу Олимпийского резерва не зовет. Умеренные физические нагрузки по силам вы делаете. Кроме того, что у нас повышается еще во время физической нагрузки? Какой гормон? Тестостерон. Совершенно верно. Впереди лето, дальше у кого есть, пожалуйста, занимаемся не со шлангом бегаем, а с лечкой бегаем. Ходьба со скандинавскими палками можно. Кто умеет ездить на велосипедах, кто боится упасть на трех полесах ездит. Йога различная, пожалуйста. Танцы, пожалуйста. Цигун, пожалуйста. То есть занимаемся то, что кому по силам. Ну и традиционно я даю адреса, по которым можно меня найти. Вопросы? Все затихли, у всех сахаркопения, языки не работают. Не работает молоточек и наковальня, меня не слышите. Значит, что вы должны понять из лекции? Что с возрастом абсолютно у всех снижается количество мышечной массы и силы. Для того, чтобы сохранить хоть какое-то здоровое количество мышечной массы, мы должны с вами двигаться. 10 тысяч шагов, как минимум, ходим постоянно. Еще и руками что-то делаем. Значит, второе. Питание должно быть сбалансировано. Если сдулись какой-то, вы садитесь на какие-то диеты, вы сразу выясняете, что у этих продуктов, которые вы исключили, содержатся какие-то витамины, микро-макроэлементы, белки и так далее. Нормализуете уровень витамина Д, нормализуете уровень омега-3 жирных кислот, смотрите, чтобы уровень железа был достаточный. И если низкий уровень белка, принимайте белок лучше дополнительно в виде аминокислотных добавок. Самый безопасный сперлина является. Дорогие друзья, наша благодарность и вы за очень содержательную векцию. Я очень надеюсь, что масса интересных вопросов, которые у вас созреют, а созреют наверняка, вы сможете задать, например, в какой-то из следующих наших встреч с ней. И сегодня мы просто благодарим ее и Леночка, нашим принадлежатом, и заодно в прошедшем празднике у Восьмого года давайте поздравляем вас.